Доброе утро, вы слушаете Финамо ФМ, меня зовут Елена Лихачева, здравствуйте. Еще совсем недавно у нашего сегодняшнего гостя были совсем другие приоритеты. Он поступил в один из лучших, если не лучший университет нашей с вами родины, на физфак МГУ, и планировал просто хорошо учиться и потом стать физиком, насколько я понимаю. Но в течение лет учебы, нескольких буквально лет, приоритеты изменились. Теперь он предприниматель, теперь предпринимательство это то, с чем он ложится спать и просыпается утром. Теперь это основная цель, ну если не жизнь, то уж по крайней мере вот этого периода жизни, правильно? Правильно. Олег, доброе утро. Я бы обратила внимание наших слушателей на то, что в последнее время у нас в программе учителей случаи появления молодых, совсем еще молодых людей, которые в свои иногда даже 18, 19 или 20 лет, как наш сегодняшний гость, имеют за плечами опыт уже ни одного стартапа, и в ряде случаев эти стартапы успешные, как наш сегодняшний гость. То есть вам сейчас сколько? 22. Ну вы уже прям даже какой-то переросток. Шучу, конечно, вам 22 года, и у вас за плечами уже два стартапа, и третий, который более чем успешен, правильно? То, чем я сейчас занимаюсь. То, чем вы сейчас занимаетесь. Мы сегодня поговорим, я думаю, и о двух предыдущих ваших бизнесах, да, и о том, чем вы занимаетесь на данный момент. Но давайте все-таки сейчас попробуем начать с вашего момента поступления в МГО. Вы же сами не москвич, правильно я понимаю? Нет, я с Чебоксар. Так, вы с Чебоксар. А за какие такие заслуги вас приняли на такой сложный факультет? У вас еще специализация же такая, да, ядерная физика? Да, ядерная физика. То есть это, наверное, может быть, один из самых-самых сложных факультетов. Я не ошибаюсь? Ну, возможно, да. А вы талант? Да нет, я не считаю, что я талант, а просто была цель. Я с 11 класса, даже с 10, наверное, целенаправленно ходил на занятия дополнительные, готовился к Олимпиадам, участвовал в Олимпиадах и оказалось очень успешно. Я поступил на физфак МГУ без экзаменов просто по результатам Олимпиад, которые я победил. То есть, в принципе, сейчас это возможно, да, вот с заведением вот этой системы, да? То есть, в принципе, достаточно было выиграть несколько Олимпиад и оказаться в числе поступивших в Олимпиады. Ну да, мне нужно было физику, математику, чтобы у меня были Олимпиады. Соответственно, мне этого хватило, и я подал документы и поступил. Нормально вам в Москве как-то показалось? Ну, мне сразу понравилось, да. Понравилось. Тот темп, который для меня в маленьких городах совсем не то. Как вас притянуло к предпринимательству? На каком курсе вы решили, что вы теперь будете не только студентом МГУ, но и начинающим бизнесменом? Ну, это началось со второго курса, когда я уже более-менее освоился в Москве, то, что для меня уже все стало не в новинку. Я привык, у меня не было уже проблем с учебой, то есть, я везде все успевал, в принципе, и у меня появилось какое-то свободное время. Но, тем не менее, его не хватало, чтобы куда-то устроиться на работу. Все-таки я был студентом, мне каждый день приходилось ходить в университет. Поэтому, как вариант, я решил рассмотреть, почему бы мне не попробовать. Что-то свое какое-то делали? Где искали бизнес-идеи? Берзов, недавно тот один парень, тоже примерно вашего возраста, сказал, что вообще-то, чем сидеть там, ломать голову над бизнес-идеями, умные люди советуют делать так. Просто забиваешь в поисковике «бизнес-идея-2011», ну, не обязательно даже с какой-то датой. И дальше выбираешь там, что тебе по душе, ну, и просто реализуешь. Потому что главное, собственно, не в идее, а в том, сможешь ли ты это реализовать или нет. Ну, я очень согласен с этим, да. Но это, опять же, если это первый бизнес. Потому что то, что сейчас происходит, если вы вбьете в бизнес-идеи, то вы вряд ли найдете это. А потому что это новинка для России. И вот именно это меня привлекло в тот момент, когда я начал этим заниматься. Что это может быть масштабно. То, что нет конкуренции, то, что это можно развить масштабно по всей стране и выйти там за рубеж. Это вы сейчас про третий, верно, говорить. Это уже про третий, да. А первый какой придумали? Здесь была идея минимальных финансовых вложений, потому что я зависел тогда от родителей. То есть я не мог снимать никаких помещений. То есть нужно было придумать что-то такое, чем бы люди пользовались постоянно. То, что было бы необходимо, и при этом от меня бы особо ничего не требовалось. Понятно. То есть с минимумом вложений, да. То есть денег нет, поэтому надо что-то такое придумать, чтобы без денег. Ну да. Да, многие говорят, что я бы, конечно, что-нибудь бы сделала, но у меня же денег нет. Ну это ерунда. Я считаю, это неправильно. Да. И вы нашли. Вы нашли что? Что за первый бизнес? Как нашли, как реализовали? Ну я начал заниматься клинингом, то есть уборкой квартир. А как это выглядело? Нет, конечно. Конечно. А я нашел уборщиц в Москве нескольких девушек и в Питере. В социальных сетях тогда все это было проще, тогда не было больших запретов на рекламу. В социальных сетях это делалось очень легко. Я создал группу. Буквально несколько лет назад же, да? Но это было, когда только появились контакты все эти в России. Четыре года назад, да? Да. Четыре-пять лет назад. Да-да-да. Вот я создал группу ВКонтакте, а, соответственно, рассказал о ней то, что мы вот такие-таки, мы предлагаем услуги. Уборки квартир, сделать цену интересную там для среднего класса, конкурентную, с конкурентными предложениями. Вот. Ну и, собственно, все. Остальное требовалось от меня только найти девушку, которая могла бы ездить по заказам, по первому моему звонку. Собственно, это проблем не составило совершенно. И этот бизнес сколько просуществовал? Ну, он просуществовал до того момента, как я начал заниматься вторым бизнесом. А почему вы перестали заниматься первым? Ну, потому что это было для меня совершенно неинтересно. Это была попытка просто попробовать себя в этом, да, получится, не получится. Выяснилось, что да, у меня, возможно, что-то может и больше получиться, но никаких перспектив. Я не видел. Возможно, они и были, да, но мне это было неинтересно. Все-таки уборка квартир, это не для меня. Ну, понятно. Да. А до какого вы уровня доросли все-таки вот с первым бизнесом, прежде чем вы поняли, что все, хватит, я больше не хочу этим заниматься? Ой, ну, сложно сказать. То есть я его не бросил так, что все, я не хочу этим заниматься. Я начал заниматься вот вторым своим бизнесом и понял, что приоритеты стоит расставить так, чтобы не тратить время на то, что мне неинтересно, и больше уделить времени тому, что я хочу больше развивать. Хорошо, а сейчас перейдем ко второму бизнесу. По-первыхому, чтобы вот так вот составить полную картину у меня в голове и у наших слушателей. Значит, бизнес-мотель была такая. Вы сделали группу ВКонтакте, да, ну или можно это сделать в любой социальной сети, хотя сейчас, конечно, это сделали действительно сложнее. Ну, допустим, вам где-то удалось себя спозиционировать, отрекламировать, да, дальше вы наняли некоторое количество девушек, которые ездили по вот этим квартирам, да, и предложили такую цену, ну, так немножко демпингом позанимались, да, то есть такое конкурентное преимущество было в цене. Да, а вот сейчас такая система, как вы думаете, она может прокормить, ну, хотя бы одну семью? Ну, сейчас сложнее начать это. То есть я не представляю сейчас вот как с такими маленькими вложениями, которые я вложил в эту рекламу, то есть тогда это стоило копейки, тогда это мог любой позволить себе. А сейчас такая реклама, она не работает и, ну, просто не существует. Ну, понятно. Я думаю, есть какие-то другие варианты, просто я уже этим не интересовался давно. Возможно, да, скорее всего, даже думаю. То есть всегда есть выходы из любой ситуации, и при любых вложениях можно начать свое дело. Ладно, давайте перейдем ко второму вашему способу заработать, да, вашему второму бизнесу. Что это было? А, это была студия Загара, причем Загар был необычный, это был моментальный Загар. То, что сейчас называют голливудский, по-моему, да, Загар? Да, именно. То есть тогда это была тоже новинка-новинка, и в России этого, но в Москве тоже этого нигде не было практически. И я нашел этот бизнес, то есть мой знакомый из Санкт-Петербурга, он развивал параллельно там школу танцев у себя по франшизе английской, и он решил открыть франшизу вот этого моментального Загара. Я купил у него франшизу на Москву, соответственно, то есть у меня уже были такие определенные финансы, и я позволил себе это. Вот, показалось интересным, то есть все выглядело очень стильно, то есть весь формат этого, то, что там стильные девушки, то, что это клубы, то, что это, ну, это молодежь, это модно. Вот я подумал, что это, да. Как-то вам ближе, да? Ну, девушки Загар, понятно. Все-таки, понятно. Так, это как-то больше по душе пришло. Сколько лет назад это было, уточняйте, пожалуйста. А, это было два-три назад. Три скорее. Три. Ну, вы меня поправьте, я, может быть, чего-то не понимаю, но, по-моему, еще даже в прошлом году вот об этой услуге не особенно так говорили. Вот только вот в этом сезоне я не особенно там сторонник каких-то загаров, посторонних вообще, и вообще вмешательств во внешний вид. Вот. Но даже я сейчас не обращаю особенно на это внимание, постоянно натыкаясь на рекламу вот этого английского Загара. Это уже не вы? Это уже не мы. Уже много таких компаний появилось, уже много поставщиков. То есть это уже и не новинка, да. А когда вы начинали, никого не было особо, да? Ну, нет. То есть, возможно, были какие-то совсем маленькие, о которых я сам даже не слышал. Вот. То есть приходилось доносить до народа, что это такое, как это работает, почему это здорово. Слушайте, Олег, а у вас нет такого сейчас ощущения, такой некоторой упущенной возможности? Просто даже вот у нас на работе есть девушки, которые уже воспользовались этой услугой. Я так считала норму прибыли, то есть там вот этот баллончик, да, поездка, а стоит это там, по-моему, от 700, ну, в среднем там 1000 рублей, да? У нас стоило это 2000. У вас это стоило. Ну, сейчас уже опустили там, не знаю, может, за счет качества, конечно, там этого содержимого баллончика. Но опустили там до 1000 рублей за сеанс, да, за нанесение вот этого одноразового Загара. Ну, другими словами, если бы вы за это время упирались именно вот в эту нишу и развили бы там до какой-то большой такой седевой компании, то и занимали бы лидирующее положение, то, возможно, сейчас было бы все очень хорошо. Ну, возможно, только здесь первоначально была модель, то, что я сам купил франшизу, и я мог работать только в Москве. То есть здесь было бы уже сложнее, если бы я хотел развиваться по всей России, мне приходилось бы закрывать свою компанию, называться по другим названиям, объяснять все клиентам, опять же, почему было так, вот теперь по-другому мы называемся, теперь мы по-другому себя позиционируем. То есть здесь, опять же, была попытка посмотреть, что такое франшиза, чем она полезна и почему стоит этим заниматься или не стоит. Понятно. Основная причина, по которой вы перестали этим заниматься, вам хотелось все-таки масштаба, да, то есть не циклиться только на Москве, а потом все-таки выйти и на регионы. Ну да, опять же, пришлось тем, что у меня появилась новая идея, я не бросил сразу ту, то есть продолжал заниматься параллельно, да, я не думал, пойдет, не пойдет, то есть у меня не было мыслей, то, что это будет как-то масштабно, не масштабно. Я просто попробовал, понял, что здесь потенциала для развития гораздо больше и уже, опять же, расставил приоритеты для себя. Потенциала больше у вашей следующей компании, да, которая называется Fast & Shine, это ваш третий бизнес, вот к нему как раз мы сейчас и приступим к обсуждению его. Что это такое? Это автомойка без воды, то есть это самое популярное название этого бизнеса, да, это мойка без воды, мойка в любом месте города, многие называют ее мобильной мойкой, то есть это правильно, потому что вы можете вызвать специалиста по мойке в любое место города, и ваша машина будет обслужена прямо на месте парковки. Я смотрю, в принципе, модели, вот что с клининговой компанией, что с компанией, да, которая занималась этим глибовским загаром, что сейчас, в принципе, одна и та же, да, то есть вы нанимаете людей, которые потом разъезжают без всяких там офисов, да, и так далее, разъезжают где-то, да, там оказывают сервисные услуги. Ну да, как модель для начала, да, это именно так, но в дальнейшем, когда уже развитие имеет место, да, тогда уже без офисов, естественно, не обойтись, тогда должны операторы сидеть на телефонах, принимать заказы, то есть я не могу все это один делать. А теперь у нас работают парковки на торговых центрах, то есть наша бригада мойщиков стоит на парковке торговых центров, и все клиенты, которые приезжают за покупками, они могут у нас обслужиться. Так, давайте сейчас сразу для наших слушателей скажем, на данный момент ваша компания Fast & Shine включает в себя, давайте так, по численности людей сколько работает у вас? А если всю Россию брать, это сложно сказать очень. Я думаю, порядка 500 человек. Так, 500 человек. Какой оборот? Ну за первый год, вот если брать самое начало, когда в принципе не было даже каких-то идей о масштабности этого проекта, за первый год оборот составил 30 миллионов. А сколько сейчас вы работаете уже на данный момент? Пока полтора года. Полтора года. А вот за следующие полгода? За следующие полгода мы уже почти превысили эту планку. То есть в два раза быстрее пошло все, да? Так, и маржинальность у вас какая? В смысле за каждую мойку или что это? Ну вы же считаете, наверное, там прибыль за год или там прибыль за месяц? Считаем. Озвучиваете? Ну просто же интересно, сколько такого рода бизнес может приносить доходов? Здесь сложно сказать, потому что мы-то сами начали. У нас вот в первый месяц может быть так, во второй месяц в несколько раз больше, в третий месяц был не сезон, и поэтому получилось хуже. Здесь сложно назвать среднее, потому что и развитие идет постоянное, и сезоны меняются. Ну и плюс города новые подключаются тоже. Ну понятно. То есть сейчас, в принципе, в основном все, что зарабатывается, все вкладывается в новые города, в развитие, да, компании пока? Да я бы не сказал, почему. Нет? Себе много оставляется. Ну ладно, хорошо, не хотите, так особо можно и не говорить. Ну начинали вы с чего? Вот вы решили, что вы купите франшизу. Да, кстати, расскажите, пожалуйста, а где вообще покупается франшиза? А, есть специальные сайты. Вы первый раз купили, второй, так? Да. Нет, в автомойке я не купил франшизу. То есть здесь идея была создать свою франшизу, продавать ее уже остальным. То есть быть независимым, быть главой компании уже, чтобы от тебя люди зависели, чтобы они открывались под торгой, под твоей торговой маркой. А первую где купили? А вот загар купил через другу, через знакомого. То есть я знал, что он этим занимается, да, знал, что у него есть франшизы. А вообще есть много сайтов, которые предлагают франшизы. То есть опять же в том поисковике вбить, купить франшизу и выйдет. То есть если, в принципе, нет какой-то своей собственной идеи бизнеса, а вы хотите попробовать все-таки свои силы в предпринимательстве, легче всего, наверное, попробовать с какой-либо там вменяемой франшизой. Правильно я понимаю? Ну да, то есть если марка раскручена более-менее, то лучше ее, конечно, взять. Опробовать свои силы, да, а потом, если захотите. Не потребуется таких затрат на рекламу, потому что если вы откроете, грубо говоря, Зару, например, в любом городе, все они знают, и к вам люди сразу пойдут, потому что знают, что это такое. В третий раз, когда вы попробовали, да, вы решили уже создавать франшизу самому. Еще один такой шажок вперед, правильно? Да, ну опять же, когда я пробовал на самом начальном этапе, мы попробовали сам как бизнес, как это пойдет вообще. То есть идея о том, что это будут франшизы потом в дальнейшем. Мы даже не знали, какая реакция будет у людей на такую мойку. Все-таки это необычно, когда у всех стереотип такой, что у тебя машина испачкалась, ты должен поехать на мойку, отстоять в очереди, посидеть там, потом к недовольному ехать, потому что у тебя все потекло со всех щелей из машины, везде пыль осела, то есть полный негатив. И тем не менее все привыкли, и у всех это как должно, так и должно быть. А тут надо было узнать, как люди будут реагировать, то что вы припарковались, где вот вы захотели, пришли у вас машины чистые, причем настолько чистые, что вы будете в большем восторге, чем после обычной мойки. Здесь машина полностью полируется руками, никаких потеков не остается, потому что вода не используется, а администрация торгового центра тоже нисколько не против, не должна быть, потому что никакой грязи после мойки тоже не остается. Ну и плюс машина под присмотром находится, то есть бывают случаи, когда что-то воруют там на парковках из машин. То есть здесь это сразу исключается, потому что наши ребята постоянно ходят по парковке, смотрятся все. А где вы подсмотрели такую идею? Это было в Нью-Йорке, я увидел это, там предлагали помыть машину в пробке прям. То есть когда машина стоит в пробке, там в принципе машины в Америке не такие грязные, как в России ездят, там реально четвером помыть ее за 2-3 минутки. А вы увидели, что чем-то моют, а дальше потом сами что ли, для того, чтобы свою собственную фраженшизу сделать, сами изобретали вот этот состав, который моет вот этот концентрат, нет? Это же какая-то хитрая там смесь, насколько я понимаю, да? Да, это хитрая смесь, и возить из Америки было, естественно, невыгодно, потому что это очень дорого становилось бы. А приходилось какие-то варианты в России, да, как оказалось, вот это, не знаю, воля случая, такая судьба, что в России существовал завод химический, который производил автохимию для обычных автомойок. И вот у них была как позиция на сайте, вот случайно заметил, то, что есть вот средство для мойки без воды, так и назывался. Причем производилось вот буквально вот с того момента, как буквально за пару месяцев до нас начало производиться, никакого объема по продажам у них не было, просто вот как позиция, может быть, людям будет интересно. То есть у них направленность у предприятия была обычной водной мойки. Просто как позицию начали продавать. Мы попробовали, нам понравилось. То есть не по вашему заказу, правильно я понимаю? Нет, первый завод. То есть это они сами придумали, да? Да, у них это было уже, мы просто начали у них покупать это. А дальше вставали уже в Москве, на МКАДе, на торговых центрах, то есть начинали мыть, людям начинало нравиться. А многие в Москву приезжали там в командировки из других городов, многие тоже бизнесмены, которые услугу рассматривают не как вот удобно, да, я этим буду пользоваться, а как бизнес. Но это очень повлияло вот на то, что теперь мы работаем во многих городах. То есть человек помыл свою машину, ему понравилось, он с нами уже побеседовал, как вот ему можно, например, в своем городе открыться. И тут пришла идея, что вот завода можно закупать складчину. Ну, давайте вот, вот три города, например, у нас есть, мы все хотим работать, у нас у всех все получится, давайте мы будем брать объем складчину через меня, это с этого завода, и у нас цена будет ниже, потому что объем будет большой, чем я вот буду один, чем каждый по отдельности будет покупать это средство. А у завода там у любого политика одинаковая, а тонны там такая цена, а двух тонн уже меньше, то есть выгодно получается очень. Вот, то есть в начале идея была такая франшиза, и цель ее была не заработать там на этом денег, да. Франшиза продавалась по себестоимости, то есть в нее входил вот минимальный набор, чтобы поставить одну бригаду моющиков, и вот мы сверху ничего не имели совершенно. Зато мы имели скидку в дальнейшем уже от поставщика. То есть ваша основная цель набрать франшизи с тем, чтобы потом большие объемы закупать вот этого самого завода, правильно я понимаю? Это первый этап наш. Подождите, чуть-чуть подробнее, давайте остановимся на первом этапе, да. Какие еще моменты учесть? Это я так для наших слушателей спрашиваю, для того, чтобы они понимали, если вдруг им захочет их такого рода бизнес сейчас тоже стартануть, чтобы еще не упустить вот на первом этапе. Что еще важно? Не знаю, может быть, внешний вид людей, которые делают, да. Вот есть самые бригады, которые выходят, значит, в боевом снаряжении с этим концентратом, там, с тряпками или с чем они там выходят на МКАД. Или важно то, что они говорят. Может быть, есть еще какие-то подводные камни, которые не сразу видны, а их нужно бы учитывать. Да, конечно. С первого взгляда, возможно, кажется, все очень просто, и так и есть для многих, да. Думают, ну что тут, купил средства, купил тряпочек, нашел ребят и работай. Наверняка не так. Тем не менее, да, конечно, вот у нас даже статистика из тех, кто открывается в городах, они работают без нашего контроля, процентов 30 закрывается, потому что у них не получается. И здесь все понятно, потому что главное донести правильно эту услугу. Поражаемся. Давайте я тоже попью. На каждой парковке у нас действует такая система. Есть один администратор, как минимум. Это человек, который не моет машины, который выглядит презентабельно, который умеет общаться, который умеет продавать. Он подходит к каждому клиенту на первом этапе, то есть когда мы только открылись на этой парковке, когда нас еще никто не знает. Он подходит к каждому клиенту и вежливо рассказывает о том, что у торгового центра появилась только такая новая услуга, то есть что вы можете оставить машину прямо на месте, даже не нужно оставлять нам ключи, мы никогда не берем ключи. Вот есть клиент новый, чтобы никакой ответственности не нести за это. Оставляйте ключи, машина моется, пока вы будете заниматься своими делами. А вот, как правило, молодые девушки, они соглашаются сразу с первого раза, то есть им интересно все это, да, они давайте попробуем, и даже не интересует, как это будет происходить. А с мужчинами уже посложнее, то есть им нужно показать, там, да, не все сразу верят. Ну, это постепенно тоже сходит на нет, потому что, как правило, люди в один и тот же торговый центр не приезжают, один раз приехали, больше там не появились. Они бывают там раз в неделю, два раза в неделю. Они приехали один раз, к ним подошли, им рассказали, они не поверили, ладно, ничего страшного. В следующий раз они приехали, они увидели по пути в торговый центр, как несколько машин моются, прямо на парковке. Они уже остановились, пригляделись, посмотрели. В третий раз приехали, увидели, как Мерседес какой-нибудь дорогой моется. А потом подумали, а почему бы я свой форт не помыть? Что, вот он не боится, а я вот переживаю. Вот, и постепенно. Из десяти клиентов, которым рассказывают, сколько соглашаются? Один соглашается в сезон. То есть, когда машина, реально ее стоит мыть, то есть, уже, в принципе, она грязная, да, один соглашается. То есть, один к десяти. Да. Ну, такое обычное, в принципе, соотношение. Из десяти звонков, как говорят, один результативный, ну и так далее. Ну, вот здесь проблема в том, что многие думают, что вот я найду ребят, они будут всем ходить рассказывать, просто люди разные бывают. Вот человек пришел с улицы, ты его сам толком не знаешь, как он сможет объяснить. Вот ты ему показал там в двух словах, как это, что это такое. Он что-то понял, что-то не понял и пошел рассказывать. Естественно, не будет от этого отдачи никакой. Нужно лучше научить одного человека делать это хорошо, а остальные мощники пусть просто моют. То есть, остальные мощники у нас даже не имеют, не общаются особо с клиентами. Да, там пару слов перемолвится, если какие-то нюансы там клиент хочет уточнить. Вот все общение происходит с администратором именно парковки. То есть, понятно, на каждой парковке есть человек, который работает, что называется, лицом, продажник, да? Да. Все остальные просто на мастере, которые выполняют необходимый объем работы, да? То есть, вот один и тот же человек не должен и мыть, и объяснять, продавать эту услугу. Ну, в общем, да, очевидная вещь, хотя, я думаю, что для многих она, возможно, поначалу-то неочевидная. Да? Итак, значит, сколько парковок сейчас в Москве у вас, вот на данный момент? У нас объект в 23 сейчас. То есть, это не только парковки, это и боксы свои. А свои боксы где, по какому принципу выбирали? А, ну, это несколько шиномонтажей с крытыми боксами, где самому хозяину шиномонтажа было удобно это ввести, новую услугу. Никакого, опять, никаких вложений глобальных от него не требовалось, у него все имелось. Это только теплый бокс требуется. И то, в принципе, зимой можно мыть и на улице, но лучше в теплом боксе, там, работникам все-таки полегче работать. А никаких очистных сооружений не нужно ставить дополнительно, никаких накопительных емкостей для воды, никакого дополнительного орудования. Просто купить средства, салфеток и научить работников это делать. Это уже был такой следующий, да, второй этап вашего развития? Это уже, ну да, это уже когда мы в Москве начали развиваться. А сейчас у нас работает парковка Лотоплаза, это в центре Москвы на Садовом. Ну, развитие сейчас идет по сети метр, по всей России, то есть мы потихонечку встаем везде. Вот, ну и, собственно, боксы у нас открываются. На МКАДе мы работали, а там было две точки у нас. Ну, там все-таки контингент немножко другой. Одно дело Садовое кольцо, где люди готовы отдать полторы-две тысячи за одну мойку. Другое дело МКАД, когда люди больше трехсот рублей редко отдают. Поэтому тут вопрос не то чтобы рентабельности, просто больше проблем возникает с этим. То есть нужно контролировать все одинаково, а денег получается по отдаче там с окраин поменьше гораздо, чем с центра. А вот что касается точек, вы не могли бы так прояснить, а взаимоотношения между владельцами, не знаю, там парковки или там бокса, который принадлежит на монтажу, или торгового центра, при котором находится парковка, и вами они каковы? То есть вы какой-то процент отстегиваете, или там просто какой-то входной билет? Как это все получается? Ну да, тут либо процент, это идеальный вариант для нас, потому что все-таки сезонность для данного бизнеса есть, летом это меньше зарабатывается, потому что машины реже пачкаются, зимой, весной, осенью это гораздо больше все-таки. А соответственно, где получается договориться на процент, мы договариваемся, где не получается, то мы платим фиксированную плату каждый месяц. А почему парковки иногда меняются? Как вы говорите, что одна, то другая. Ну опять же, тут расставление приоритетов происходит. То есть здесь цель главная, это встать на все парковки крытые. На открытых можно тоже работать, но опять же повторяю, зимой это все-таки сложнее для работников, выходить в 15-градусный мороз на работу и весь день встать на улице, это сложно. А другое дело, ты в тепле всегда, все-таки это гораздо проще. Поэтому здесь цель встать на крытые парковки, ну и плюс проходимость должна быть хорошая. То есть сейчас проблем встать на обычные торговые центры, не сетевые, никаких проблем не возникает с этим. Но, как я сказал уже по рентабельности, это не очень интересно получается, если сравнить с центром, например, Москвы. А вот сейчас остановимся на метро, на всех точках, причем не только в Москве, и по всей России нас приглашают, причем сама администрация вышла на нас тоже. То есть уже такая обратная связь пошла, да? Да. Ну там, соответственно, уже где-то есть открытые парковки, где-то крытые, и поток машин очень огромный. Поэтому сейчас мы туда будем вставать, да, потом есть какие-то варианты новые появятся. Сейчас, например, с Ашанами общаемся, 18 Ашанов по Москве, и тоже там, если будет да, то, соответственно, возможно, от каких-то метров придется отказаться, от некоторых точек, которые нам не так интересны. Ну, то есть интересуют сетевые, да, торговые центры с хорошей проходимостью. Да. Или, как это сказать, не проходимостью, а проезжаемостью. Все-таки, если вещь идет на машинах, да? К ценовой политике давайте вернемся. Вы развиваетесь в регионы, но те цифры, которые вы назвали, там, полторы-две тысячи за один сеанс, мне кажется, действительно, для регионов какие-то неподъемные, нет? Да, конечно. Это для Москвы, для центра только. А как тогда сохранить рентабельность? По рентабельности здесь вопросов никаких. Вот опять же, по производству. Я хотел отметить то, что сейчас у нас уже собственное производство. То есть после вот этого питерского завода мы вышли на Литву, начали возить оттуда. А почему вы ушли из Питерска? А потому что, ну, цена была там ниже, все-таки из Литвы возить. Конечно, приходилось там сталкиваться с проблемами с таможней постоянно, все это растамаживать, ездить, забирать груз. Подождите, а питерцы, они как-то не хотели вас сохранить? Там, может, опустить ценник, нет? Ну, просто появились уже такие локальные компании, вот в городах, когда увидели наш опыт. Ага. Вот. Соответственно, у завода появились там небольшие свои поставщики, ну, то есть покупатели этой продукции. И они как-то так относились, нам это не понравилось, соответственно. Да, то есть мы решили, не хотите, не хотите, мы найдем другой вариант. Они не верили, что возможно другой вариант найти, потому что они знали, что они единственный завод, который производят. Возможно, поэтому вели себя так. Ага. Вот, ну, собственно, А вы взяли и ушли все-таки? Мы ушли, ну, не сразу, мы нашли сначала вариант подходящий, да, начали работать с Литвой по поставкам. А затем уже, когда и у городов, в принципе, много, пошел большой объем по работе, когда закупки начали возрастать постоянно, мы решили, что рентабельнее будет все-таки свое производство разместить в России по заказу. То есть не строить свой завод, зачем это? Сейчас уже настолько все развито, что можно прийти на химическое предприятие, разместить заказ. Формулу просто отдать, да, вот нам нужно вот столько, вот по такой-то формуле, такой-то объем. Да, там же оформляется сертификация на это средство. И сейчас, и другой плюс, то, что мы не рекламируем поставщика. То есть поставщик в любом случае имеет свое название, и все потом к нему идут. Кому понравилось, он не хочет покупать у нас, он идет к нему, нам это невыгодно. Сейчас у нас на каждой баночке средства написано Fast & Shine, имеется своя сертификация, и плюс недавно мы получили вот это единственное средство на российском рынке, которое имеет сертификацию, подтверждающую то, что оно не царапает поверхность автомобиля. То есть Российская Академия Наук в лаборатории специализированной были проведены такие исследования и показаны. То есть это уже такой следующий, третий, можно сказать, этап. Это уже вот недавно всего. Вот недавний такой, последний этап развития вашей компании. То есть двигайтесь целенаправленно к той самой цели, которую вы озвучили, присутствовать на всех крытых парковках. Сколько бы их ни было в Москве, и может быть даже и в России, а может быть и не только в России, все-таки вы уже в трех странах помимо России работаете. Так, а что касается вот этого третьего этапа, какие здесь подводные камни, сертификация, производство, что бы вы отметили, какие самые слабые, сложные для вас места? Ну, здесь уже без финансовых вложений, понятное дело, не обошлось. Здесь уже пришлось ложиться хорошо, потому что, ну, к примеру, чтобы разместить заказ на заводе, нужно заказать как минимум 10 тонн средства. У нас средства в виде концентрата производятся, то есть, а концентрат 1 к 9, то есть это по сути 100 тонн. Это огромное количество. Они вам же там разливают, или это отдельно, сам концентрат? Или вы уже в бутылочках его сразу получаете? Они нам там разливают по канистрам, по бутылочкам. Концентрат в канистрах идет по городам, это более дешево получается по доставке. А в бутылочках 500 миллилитров это для розничной продажи, то есть баночки с этикеточками, они продаются в магазинах в некоторых. И клиенты наши, которые воспользовались услугой, возможно, они считают, что могут и сами помыть во дворе машину, они вот у нас покупают эти баночки. То есть вы, в принципе, занимаетесь уже и розничной торговлей, можно сказать, да? И как она идет? Ну, постихонечку, потихонечку развивается. Слушайте, а приоритеты все-таки где? То есть, ну вот если раскрутится Fast and Shine как просто некая жидкость, в бутылочке ее будут покупать, то тогда, наверное, снизится количество людей, которые моют это за деньги на парковках. Нет, я бы не сказал. Все-таки люди, которые ездят на хороших машинах, они никогда не выйдут во двор с баночкой и не начнут свою машину мыть. То есть здесь целевая аудитория разделена, да? И причем это плюс для нас большой. То есть люди, которые не могут себе позволить, например, нашу мойку, могут позволить себе купить эту баночку, они все равно становятся нашими клиентами, а не покупать средства у нас. Вот я бы заметила, все-таки выпускники факультетов физики и математики, они изначально выстраивают такую систему, которая потом сама себя дополняет, сама себя начинает кормить, у нее какие-то там оттепления появляются, которые вот как-то выстраиваются в такую целостную систему, и все как-то там внутри начинает работать. Правильно? Возможно. Да, возможно, возможно, так оно и есть. Итак, эти даты оттепления, которые работают действительно на разные целевые аудитории, да, там, если моют для вас, то это, скорее всего, ну, действительно люди, которые могут себе позволить это там, да, сразу полторы-две тысячи отдать только за то, чтобы помыли где-то. И люди, которые могут помыть сами за, в общем, ну, небольшую денежку, купив вот этот концентрат. Все это сосредоточено теперь в вашей компании, да, Fast&Shine. Что касается сертификации, это вообще сложная какая-то история? Многие просто пугают, что вот это так все сложно, обязательно какие-то взятки, бюрократия, там, ты-ты-ты-ты-ты. Нет? Нет, ну, это стоит денег, да, определенных. И без всяких взяток. Нет, это без взяток делается совершенно. Причем, если это официально вы производите на каком-то предприятии, заводы сами помогают ее осуществить, сертификацию. То есть у них там есть какие-то люди уполномоченные, которые помогают это все сделать. То есть они называют сумму, то, что им нужно такие-то документы разработать, на это все уйдет вот столько-то, 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 и столько-то времени. Средства у нас есть, то есть мы просто даем образцы, они уже его сертифицируют. А это какая-то модификация? Ну, то есть как-то его переделывали, вот этот концентрат изначальный, который был, для того, чтобы он не царапал? Или он изначально вот этими свойствами обладал, просто их никто не сертифицировал? Нет, это сложный был процесс тоже. А мы сделали сначала копию литовского средства, то есть просто сделали абсолютную копию, причем мне в этом помогли мои одноклассники, которые на химфаке учатся, в МГУ и в РХТУ. Так, подождите, а вы, получается, тогда литовский завод как-то кинули, что ли? Нет, это я вам объясню сейчас. Ну, давайте, давайте. Все не так было просто. Вот, то есть они мне помогли все это раскрыть, то есть в лабораториях все эти провели исследования, мне сказали формулу, состав полностью по-процентному. А мы сделали такое же средство здесь, а опять же сразу отнесли в лабораторию Бутхим, которая занимается тестированием средств на предмет царапания. Вот. Сразу скажу, что с первого раза ничего не вышло, то есть мы приносили им детали от машин, отполированные, они пробовали, говорили, что нет, не прошло. Приносите другое средство. И мы постоянно его дорабатывали до сих пор, пока вот где-то с десятой попытки мы все-таки не получили от них положительный ответ, что все это средство работает. И это делали ваши, как вы сказали, друзья в химических лабораториях, да? А, ну вот по раскрытию формулы, да, помогли. А дальше где дорабатывали? Друзья, а дальше уже и заводам с помощью, то есть у них там уже свои химики, все-таки это химическое предприятие. Они уже там пытались добавлять какие-то там дополнительные компоненты, да, и тестировать уже новые варианты средств. Так вот все-таки литовский завод на вас не обиделся за это? Да нет, мы с ним хорошо поддерживаем отношения, делимся опытом. То есть у них тоже такая же система, вот то, к чему мы сейчас пришли. У них собственное производство, у них парковки свои, и причем у них немножко это по-другому. Они открывают парковку, ставят бизнес полностью и продают его. Идут на другую парковку. То есть у них нет цели такой вот постоянно контролировать и получать там деньги с нее. Они получили сразу большие деньги с продажей, пошли развиваться в другую. Ну и плюс они получают деньги с того, что вот эти люди, которые у них купили парковку, готовый бизнес, они в любом случае им еще будут доплачивать, потому что средства они будут покупать у них. А вы для себя такой вариант не рассматривали? Ну, возможно, в будущем это будет иметь место. То есть когда уже нам какие-то торговые центры будут не так интересны, их можно будет и продавать. То есть 500 человек сейчас вместе с вами работают. Кто эти люди, по какой системе, ну понятно, что по франчайзе, но какая именно система выстроенная вами? Может быть, какие-то есть нюансы, учитывая специфику именно вашего бизнеса? Давайте вот об этом сейчас поговорим. Сложно вообще вот как-то находить партнеров в других городах все-таки на расстоянии? Как-то это все 30-30 разных городов как-то контролировать, мне кажется, достаточно сложно. Контролировать на самом деле очень сложно, да. И вот когда только идея пришла о франчайзинге, мы продавали ее, грубо говоря, вот всем, кто захочет, потому что это было дешево, и всем это было интересно, в принципе. Да, это новинка, этого в городе у нас нет, и это стоит очень, стоит копеечки, то, что любой может себе позволить. А сколько, кстати, это стоит? В начальном этапе это стоило всего 30 тысяч рублей. То есть это была такая смешная сумма. Идея была, давайте мы сделаем Fast and Shine везде по всей России. Но это оказалось неправильной моделью, к сожалению, потому что сумма в реальности оказалась просто по рукам, по карману каждому практически россиянину. И у нас открывались, вот кто первый увидел, тот открылся, несмотря на то, что у него никакого опыта в бизнесе до этого не было. То есть он мог быть и студентом, и не таким предприимчивым, может быть. То есть казалось им, что вот я сейчас заплачу эти деньги, все выглядит очень легко. И у меня как? Деньги вагонены пойдут? Да, и ничего делать не нужно. Вот то есть это, конечно, неправильно. И, соответственно, у нас первые города, которые так вот были открыты, несерьезно, то есть они уже многие закрылись. Но там у нас уже новые партнеры работают. А сейчас у нас совсем другая система. У нас эксклюзив на город уже стоит гораздо дороже. В основном стараемся. Это от численности города зависит. То есть на миллионник это порядка 500 тысяч рублей. А на полумиллионник? Где-то 300. Я с прицелом спрашиваю сейчас то, что это, поркидывается. Здесь кое-какие русские в полумиллионниках. Суммы несерьезные, да, с одной стороны. Но здесь уже идет жесткий отбор по тем партнерам, с которыми мы работаем. А с одной стороны, да, мы не собираемся зарабатывать на франшизе, поэтому это там не 2, не 3 миллиона рублей, как вот обычных франшиз. Вот если вы посмотрите на сайтах тех же самых. То есть вы зарабатываете на продаже средства, которые производите? На продаже, да. Ну и там стоит фиксированная плата в месяц, royalty называется. Это на любой франшизе есть. Какая у вас, кстати? Какой процент? А там от 4 тысяч рублей и выше, там зависит вся численность города. То есть это тоже... То есть вы не в процентах, а вы вот фиксированы в рублях это все делаете? Фиксированы в рублях, да, численности тоже зависит. Ага, ясно. И какую, например, рентабельность вы обещаете вашим франшизе? Люди приходят и говорят, так, ну ладно, хорошо, я все, я вкладываюсь. Что вы тут мне обещаете, какие у меня будут деньги? Ну вот если брать цены средние по России, то есть это не то, что в центре Москвы, понятно дело. Это в районе там 250-300 рублей на мойку. Это реальная цена, то, что имеет место там за МКАДом. Если парковка имеет проходимость, и у вас моются 20 машин в день в среднем, то это в среднем 107 тысяч рублей чистой прибыли с одной парковки получается. То есть с учетом аренды, с учетом зарплаты, с учетом всех расходов и материалов. А если 20 машин в день моются, то есть это может быть огромная парковка, где летом моются 20 машин, потому что летом моются мало. Либо это может быть очень маленькая парковка зимой, где проходимость настолько большая, и где машины моются так часто, что у вас 20 машин помоются. То есть вот такое вот, ну просто чтобы люди представляли, к чему вообще, на что стоит ориентироваться. Ага, ясно. Мы с вами так и не договорили темы про ценовую политику, да? Поэтому давайте еще раз так вот по ценам скажем. Значит, в Москве подобного рода услуга в среднем сколько стоит? Ну, это я сказал, что средний чек, там, порядка полутора тысяч рублей. Но это с учетом того, что у нас на крытых парковках есть услуга химчистки, то есть стоят моющие пылесосы серьезные. Есть услуга глубокой полировки машины, то есть процедура занимает 12 часов и стоит там от 10 тысяч рублей. А, ну, постоянно люди заказывают, ну, если это центр Москвы, соответственно, там машины дорогие, у них и по прайс-листу тоже, там, премиум-класс, это все-таки не средний класс, у него по цене выше даже забазовую там мойку получается. Ну, и люди редко заказывают просто кузов помыть. То есть там уже и с ковриками, и с пылесосом получается, поэтому получается так вот не дергать. А так, если просто помыть рублей 700-800, наверное, да? А, ну, если это обычный средний класс машина и заехала к нам в центр на парковку, это будет 400 рублей просто кузов. Кузов с колесами, да, с ковриками еще плюс 200. То есть цена вполне приемлемая для центра очень. Ясно. А регионы? Еще раз. А регионы, это, ну, вот Екатеринбург, например, у них там в районе 400-600 рублей, то есть выше, чем на обычных мойках, тем не менее у них пользуется эта популярность, потому что там население, ну, есть более-менее обеспеченное. А в среднем это 250-300 рублей. А имеет ли смысл открывать подобного рода бизнесы, такие маленькие, в городах таких, ну, небольших, скажем, там 300-400 тысяч? Да, 300-400, это большие города. Да, да. Человек, там машин больше 50 тысяч. То есть если считаете организацию, у которых есть свои автопарки, и все эти машины где-то моются. Понятно, что там часть моются на даче, да, но это не очень большая часть, тем не менее все-таки они же, ну, не всегда моются на даче. Кто-то ездит на мойку, все равно. И это потенциальные наши клиенты. То есть, может быть, даже они и не будут мыться у нас, они будут средства покупать, например, в баночках тех же самых. Вот. А кому-то это будет интересно, кто там работает в офисе, например, и весь день занят, либо он бизнесмен, у него вообще нет времени ни на что. На тех мы, собственно, и ориентируемся. Хорошо. А конкуренты, а ваши бывшие франчези, которые, может быть, там, с вами работали-работали, и потом сказали, так, ладно, сейчас я вот вместо shine and fast напишу футы-нуты, ножки-гнуты, мы тут все помыты, не знаю, там, какой-нибудь дурацкий там слоган, и все, и вы по боку, а конкурент появился. Вот таких вариантов пока у вас не было? Ну, конкуренты появляются, да, но все копируют нас, как правило, и это очень приятно. Да-да-да, если я что-то сделала хорошо, значит, меня начнут копировать. Да, но тем не менее, если посмотреть по статистике, там, масштабного такого проекта еще нет. То есть, чтобы сразу было по всей России, чтобы еще и поставки были за рубеж, чтобы было собственное производство, и чтобы были свои мойки. То есть, например, да, завод в Питере производит средства до сих пор, но они не моют машины, и это большой минус. Они делают для того, чтобы продать. Им не важно, какое качество будет, конечно. А мы делаем для себя, мы его используем на своих мойках, и мы его уже поставляем. Поэтому здесь по качеству мы отвечаем, потому что все-таки мы свои машины моем этим же средством. Вот эти все этапы, которые мы сегодня с вами описали, да, развитие вашей компании, такие достаточно мощные, отличающиеся друг от друга, то есть это прям вот разные направления, которые, ну, в целом потом сложились в один, единый такой пазл, да. Вы прошли за какой период времени? Ну, всего полтора года прошло. То есть всего лишь за полтора года, да. Вот это все, о чем мы с вами сейчас говорим, это все построено за полтора года. То есть это не просто быстро, это, мне кажется, очень быстро, да? Ну, да. Ну, в общем, да. Вместе с вами кто-то был, или вы в одиночку все это сдвинули? Ну, да, мне помогал мой партнер, Хохлов Аркадий, он тоже с физфаком ГУ. А, то есть два друга с физфака. Да. Ну, собственно, с его помощью многое было достигнуто. А партнерские отношения для вас, это, в общем, может быть, где-то сложность, или это исключительно поддержка и только-только плюсы? Это поддержка, да. То есть мы люди совершенно разные с ним, вот, и можно сказать, что я считаю, что мы друг друга дополняем. То есть то, где я не особо силен, он в этом просто прекрасен. А вы какую вот функцию на себя взяли? Вы кто? А, ну вот он больше, например, по общению там с организациями, со всеми, да, то есть договариваться умеет очень хорошо, да. А у меня задача такая вот поставить все это, чтобы это заработало потом в конечном итоге. Ну, и развитие, соответственно, у нас вместе постоянно обсуждение происходит, как это должно дальше выглядеть, куда это должно дальше идти. То есть, в принципе, вдвоем гораздо легче получается. Отзвучите еще раз, куда же вы все-таки идете? То есть вот цель какая сейчас глобальная? Ну, сейчас цель, чтобы не только в Москве все это развивалось удачно и хорошо, чтобы в регионах это встало крепко на ноги, чтобы не было такого, что один открылся, потом он закрылся, не получилось у него. То есть сейчас у нас идет жесткий отбор партнеров, то есть люди приезжают в основном все в Москву, мы с ними общаемся, лично встречаемся. А, как правило, это люди уже бизнесмены, имеющие успешный опыт, имеющие уже успешный бизнес, либо когда-то имевшие его. То есть люди серьезные, люди взрослые, ну и перспективные, мы считаем. Соответственно, на них уже надежды большие у нас возлагаются. А в дальнейшем, ну вот сейчас у нас, например, после того, как меня в журнале напечатали, там куча звонков тоже пошла, а встречался с человеком из Перу, он будет пытаться продвигать это не в Перу, а в Бразилию будет пытаться. Сам он из Перу, у него живет брат Бразилии, сестра живет в Норвегии. То есть сейчас он попытается сначала выйти на Норвегию, потому что там цены гораздо выше на мойку, там уровень жизни все-таки другой. Вот, попытается выйти туда, если получится, уже будем развиваться в Бразилии. То есть это, здесь уже все развивается так непредсказуемо. То есть строим международную корпорацию, правильно? Ну, идем к этому. Ну, почему бы нет? Мне кажется, с таким напором за полтора года-то реализовано, уже вполне все может получиться. Вы не планируете для себя уже, ну, никаким образом, карьеру научного работника, правильно я понимаю? То есть это уже как-то очевидно, да? Нет, уже нет. А родители не сильно расстроились, что вот отпускали парня стать ядерным физиком, а получилось вот... или наоборот обрадовались? А не тот же нет. Перекрестили, слава богу, что не наукой в России стал заниматься, да? Ну, если бы я занимался наукой, все-таки я бы не в России этим занимался. Понятно. То есть родители, в принципе, должны быть довольны. Остался в России, да еще и стал предпринимателем, а не научным деятелем. Понятно. Один из самых последних вопросов, я очень люблю задавать его гостям нашей программы, особенно гостям таким молодым. Как вы думаете, почему у вас получилось? Вот почему? Вот очень многие же молодые люди, да, у них нет вот этой опаски, которая есть у среднего возраста людей, там, и нет такой ответственности, там, семьи, когда сложно, там, рискнуть, там, и так далее. У них есть вот эта энергия, да, у них есть желание рискнуть, но, тем не менее, получается, далеко не у всех. У вас получилось. Почему? Ну, сложно сказать. Я же тоже не с первого раза у меня так получилось, взяло и получилось. А, точно, да. Да, то есть у меня был какой-то первый бизнес. Если бы у меня не было идей там никаких новых, да, я мог бы остановиться на этом, я бы до сих пор квартиру бы убирал. Вот, и меня бы сюда не пригласили, я бы здесь не сидел, я думаю. То есть, ну, просто нужно всегда стремиться к чему-то лучшему, развиваться, стараться, не стоять на месте никогда. То есть, да, у тебя что-то получилось, это не значит, что ты молодец, то, что теперь все у тебя хорошо. Да, может быть, теперь у тебя хватает денег на все, что ты там хотел, но когда денег начинает хватать, тут уже цели появляются совсем другие. То есть у тебя, в принципе, все есть, и здесь уже интерес чистый возникает. Потому что давайте я рискну, вот еще пойду туда, попробую это, может быть, там, тут уже сразу рассматриваются варианты не того, вот как вот я, сколько я сегодня зарабатываю, насколько мне это хватит, там, как вот мне купить то-то, то-то, то-то. Здесь уже вопросы возникают о том, что к чему это в перспективе может привести. То есть, до чего этот бизнес может развиться, и чем впоследствии это может стать. То есть сейчас, например, можно рассматривать это уже как, ну, через несколько лет, как я это вижу, то, что, надеюсь, многие автомобилисты будут знать, что есть такая мойка Fast & Shine, да, и я не говорю, что все будут ей пользоваться. Все-таки скепсис, он будет всегда, да, люди все разные, да. Соответственно, все-таки как-то мы на рынке будем себя позиционировать и будем уже более-менее известны. То есть главное поставить цель, и эту цель менять в зависимости от пройденного этапа. Прошли этап, меняйте цель, ставьте ее более в глобальном масштабе, правильно? Да, конечно. Спасибо вам за черпающий ответ. Самый последний вопрос такой. Пожалуйста, в одно слово сформулируйте ваше отношение к последним 10 годам, прожитым в России. Ну, может быть, может быть, учитывая все-таки ваш возраст, я, наверное, попрошу за последние 5 лет, да, то есть как раз за то время, пока вы учились, приехали в Москву, учились здесь в МГУ и делали свои три бизнеса. Ваш субъективный ответ по поводу того, что, на ваш взгляд, представляет из себя Россия в нулевые годы. В принципе, сейчас в России сложно найти какую-то нишу, где уже никого не было бы, где бы ты пришел и был новеньким, и к тебе все потянулись. Поэтому, соответственно, у тех, никого не хватает там идей на что-то новенькое, продвинуть какую-то новую идею, например, как вот мойка без воды, да, то есть ее не было в России, она вот взяла и появилась. Соответственно, они открывают там похожие компании, те же франшизы покупают, да, и развивают это в пользу клиентов. А клиент, соответственно, цены меняются, то, что все-таки все это становится удобнее и более доступным для обычного человека. Вот, ну и плюс в том, что возможностей для открытия нового бизнеса сейчас очень много, нужно просто искать ниши. Это кажется, возможно, да, что все занято, куда бы я ни сунулся, везде уже работают, и я там, ну, ничего не заработаю. Просто нужно глубже копать, смотреть в других странах, как это развивается. Все-таки Россия, ну, немножко, конечно, отстает от Европы, там, от Америки, да. Какой тактичный все-таки человек, молодой. Немножечко все-таки, да, отстает. Нам есть чему учиться там за границей, да, нам есть что у них подсмотреть и что развивать дальше у нас. В общем, разуйте глаза. Ниш можно искать не обязательно в российском интернете, а может быть посмотреть чуть дальше и чуть шире. Спасибо вам огромное за то, что нашли время к нам сегодня, приехали. Я пожелаю вам действительно построить большую международную, конечно же, корпорацию. Олег Герасимов у нас сегодня был в программе, основатель и совладелец компании Fast&Shine. Спасибо вам большое. Это была программа «Они сделали это». Меня зовут Елена Лихачева. После нас, буквально сразу после новостей, будет программа Глеба Архангельского. Она называется «Время предпринимать». Теперь она будет выходить по четвергам в 10.05. Так что милости просим, присоединяйтесь к Глебу. Ну, а я прощаюсь с вами вместе с продюсером программы Анной Куреневой. До завтра. Счастливо. Продюсером программы Анной Куреневой.